Привет, я Даша. Я с 2017 года живу в Латинской Америке, сейчас живу в Аргентине, работаю в IT-компании, разбираюсь в недвижимости в Аргентине и интересуюсь инвестициями. На этом канале я рассказываю обо всем том, что интересно лично мне. Если же у вас есть вопросы или интерес к темам, которые я еще не осветила, пишите в комментариях. Возможно, ответом на эти вопросы будут посвящены следующие выпуски. Это видео о Пинамаре и Коррело. Стоит ли ехать туда из Буэнос-Айреса? На чем? Как далеко? Что там делать? В какие месяцы лучше ехать? Как бронировать жилье? Насколько заранее? Давайте посмотрим. Восемь утра, мы едем на океан, в Пинамар, купаться, загорать, отдыхать. Вот на этих автобусах. Пинамар и Коррело – это два популярных туристических направления, расположенных в Аргентине. Оба этих города расположены в провинции Буэнос-Айрес на атлантическом побережье Аргентины. Пинамар – это большой прибрежный курортный город. Он расположен примерно в 350 километрах в югу от Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Привлекателен водными видами спорта, серфингом, кайтбордингом, виндсерфингом и еще целым рядом мероприятий, таких как гольф, верховая езда, велосипедные прогулки по живописным окрестностям. Плюс ночная жизнь Пинамара с многочисленными барами, клубами, ресторанами делают его еще более популярным. Корело – это, по сути, соседняя прибрежная деревня, расположенная всего в нескольких километрах к югу от Пинамара. Это высококлассный пляжный город, который отличается суперскими пейзажами, широкими пляжами, обилием сосен. И Корело славится своей эксклюзивностью – более спокойной атмосферой по сравнению с шумным Пинамаром. Тут все-таки есть акцент на сохранение гармонии с природой. Очень популярны пеший туризм, верховая езда и исследования лесного заповедника Корело. Лучшее время для посещения Пинамара и Корело – это, конечно же, летние месяцы – с декабря по февраль. Но это месяцы и отпусков, и детских каникул, и, соответственно, все аргентинцы и туристы стекаются на побережье. Я бы рекомендовала ехать туда в марте, когда количество людей уже сократится, но при этом температура воды и воздуха будет по-прежнему такой же теплой и комфортной. Как же добраться до Пинамара? Можно несколькими способами. Во-первых, внутренним авиасообщением. Но от ближайшего аэропорта к Пинамару все равно придется брать такси и ехать еще минут 30-40 до города. Наши кожаные кресла. Поэтому многие выбирают автобус. Он движется из Буэнос-Айреса от автобусной станции Ретиро где-то примерно 4-5 часов. Или на автомобиле из Буэнос-Айреса по трассе 11 рута Онсе до Пинамара. На машине дорога займет примерно 3,5-4 часа. В случае, если вы выберете автобус, по самому Пинамару и Корело можно передвигаться на такси. Однако, если вы выберете автомобиль, то я бы рекомендовала взять с собой велосипеды. Где остановиться? Если вы приедете на пару ночей или неделю-полторы, я бы рекомендовала остановиться или в отеле, или в квартире или доме, сняв их на Airbnb. Если же речь идет про более длительный период, то тогда вам подойдет больше временная аренда, темпораль. Тогда вам в помощь будут сайты Sonoprop и Argenprop. Ну, а если вы устали от шумного города, приезжайте сюда посидеть на скамеечке. В регионе Пинамар прошло примерно 3 дня, как я уже здесь. Могу сказать, что это полноценное времяпрепровождение, которое требует времени, конечно же. За 3 дня невозможно полностью осмотреть всю инфраструктуру, насладиться всеми возможностями, которые открывает этот регион. Думаю, сюда стоит вернуться. Здесь есть все для того, чтобы отдых стал ярким, интересным и красивые дома, где можно остановиться. Шикарные пляжи, разнообразная природа. Возможности для времяпрепровождения как активного, так и пассивного. Магазины, вкусные кафе со свежим лимонадом, с прекрасной кухней. Вот, я рекомендую для посещения это место. И это мы еще не доехали до Мар-де-Ле-Плато. Обязательно вернусь сюда снова. Здесь просто невероятный аромат хвои. Такой свежести лесной. Ну и как принято, что рядом с шикарными виллами и домами расположены либо гольф-поля, либо теннисные поля. В данном случае, смотрите, какие прекрасные. Большое количество разных промо-зон мы тут видим в этом районе. То есть вчера по вечерам по улице. Вдоль улицы главной в центре города было расположено много промо-зон, выстроенных с разными интерактивами, с призами, с промо-персоналом. Вот здесь в лесу, в гольф-клубе тоже экспозиция Вольво. Каждая лужайка подстрижена. Мы встретили газонокосильщика, и он сказал, что с ним заключают контракты на месяц, и он обслуживает эту лужайку, приезжает при необходимости косить траву. Очень уютно и красиво смотрятся участки без заборов. И обратите внимание, везде выстрижены газоны. И вот сейчас один из хозяинов как раз ухаживает за своей лужайкой и самостоятельно, собственно, ручно, в общем-то, стрижет газон. Но его не видно. Видно, что, конечно, дома, участки здесь все облагорожены. Достаточно состоятельное население владеет домами. В основном малоэтажные здания мы видим. Даже двухэтажные крайне редко встретишь. Нет смысла, наверное, здесь строить какие-то гигантские замки. По сути, это домики на лето. То есть это домик провести время на море, в свой отпуск, приехать куда-то вот на такие прекрасные места, подышать свежим воздухом, подышать морским, океаническим воздухом. Йод, йод. Полностью насытить свои легкие витаминами. Что касается цен, то цены здесь достаточно курортные. В кафе, ресторанах еда, напитки будут дороже, чем в Буэнос-Айресе. За 10 минут езды на такси вы отдадите примерно 1000-1500 песо. То есть, что, в принципе, тоже достаточно сильно отличается от цен Буэнос-Айреса. Хочется еще рассказать про то, как отдыхают местные на пляже. Во-первых, на местных пляжах вы не услышите музыки. То есть здесь не принято приходить колонками. Как в Южной Америке, здесь есть традиция приходить со своими напитками. Берут с собой каву. Кава – это такой холодильник, в который, соответственно, можно положить бутылки с напитками, лед. И он на протяжении всего дня останется охлажденным. И очень удобно сделать коктейли прямо на пляже. Но при этом достаточно большое количество еще ходит продавцов, которые предлагают вам прохладительные напитки, закуски, кукурузу делают, кукурузу вареную, кукурузу попкорн. На пляже продают мороженое, различные импанадос, то есть пирожки с разными начинками. То есть, в принципе, голодными вы не останетесь, и можно рассчитывать на то, что что-то у уличных продавцов, у пляжных продавцов можно будет приобрести. Также интересно то, что пляжи в основном поделены на сектора. То есть есть сектора оборудованная, так скажем. Обычно в начале пляжа вы входите через ресторан-бар. Там расположены туалеты, душевые кабинки. Все это бесплатно. Далее вы попадаете в зону такого квадрата, наверное, или прямоугольника, где расположены кабинки, которые сдаются в аренду. То есть, соответственно, они пронумерованы, и семьи, которые приезжают постоянно, например, сюда в отпуск, они арендуют эту кабинку на определенное время. Туда складывают свои стулья, столы, какие-то еще там мебель, которую они используют на пляже. И это очень удобно, потому что в этих кабинках достаточно закрыто от солнца. То есть не нужен зонтик. Но при этом, если ты хочешь пойти ближе к воде, расставить свои зонтики, стулья, тоже, пожалуйста, можешь это делать. Очень большое количество семей сидит в этих кабинках, играет в уна, в карты, какие-то другие настольные игры. Просто болтают, раскладывают лежаки рядом с ними. В общем, там же в этой кабинке есть специальная секция, где можно закрыться шторкой и там же переодеться. То есть тебе не нужна для этого переодевалка. Ты в своей кабинке зашторил часть пространства и можешь переодеться. Что интересно еще? Как я сказала, не принято брать с собой колонки с музыкой. То есть отдых достаточно такой, достаточно спокойный. То есть идеальное место для того, чтобы почитать книгу, слушая при этом звуки океана. Большое количество детей, все играют в какие-то активные игры, строят замки из песка, играют в мяч. Вообще нация, конечно, аргентинская очень играющая в футбол. Поэтому почти там, я не знаю, каждая компания из парней играет в мяч на пляже. И это тоже такое создает атмосферу. То есть ты идешь вдоль береговой линии и большое количество семей, взрослые, дети. В общем, все играют в какие-то игры. Собаки бегают и спят под зонтиками. Очень такая теплая, дружественная атмосфера. Все улыбаются и никаких отрицательных впечатлений даже припомнить не могу. Что еще очень интересно, в Корело улицы названы... Если они идут перпендикулярно морю, то они называются именами редких растений и деревьев. А если параллельно, то редких птиц. То еще интересно, что долгое время этот район был закрытым и к нему доступ был достаточно ограничен. И вот последние несколько лет здесь активно развивается туризм. Это одно из любимейших мест горожан Буэнос-Айреса. Нам его посоветовало несколько местных жителей. Поэтому, конечно же, мы не могли сюда не приехать и не посмотреть, что же здесь такое. На самом деле здесь, конечно, невероятные дюны, здесь невероятные деревья, парки. Это идеальное место для того, чтобы проводить активно свой отдых. Можно отдыхать на пляже, можно прогуливаться по тропам. Здесь достаточно большое количество расположено экотроп, где можно активно провести время и наслаждаться этими шикарными видами, вдыхать этот свежий хвойный воздух и вообще наблюдать всю эту красоту. Очень большое количество птиц разных, естественно, которые тоже живут в этом районе, на этих деревьях. И, соответственно, здесь такая своеобразная и достаточно уникальная получается экосистема, которая не останется незамеченной. Для меня было привычнее приезжать заранее. Я не люблю опаздывать, и поэтому мы как-то вот прибыли в станцию терминала за, наверное, полчаса до отъезда, может быть, даже еще раньше. И с удивлением обнаружили, что автобусов гигантское количество. Все они отходят очень быстро, то есть действительно подъезжают. Пассажиры складывают свои вещи в отсек для хранения багажа, проверяются билеты. Но так как автобусы не сильно большие на самом деле, то есть, в принципе, там, наверное, максимальное количество, ну, порядка 50, может быть, человек, то достаточно быстро все загружаются в автобус. И автобус спустя 5-7 минут после своего, после времени, указанного на билете, отъезжает. И поэтому я все судорожно пыталась найти, где же наш автобус, который ждет нас. Вот, но оказывается, что он вот буквально за 5 минут до нашего отъезда приехал, нас быстро всех загрузил. Вот, и мы отправились в путь. Очень комфортабельные сидения, которые раскладываются, как в самолете бизнес-класса, почти в горизонт. Достаточно просторно в ногах. Что еще? Занавески, которые спасают от солнца. Там даже есть разъемы для подключения наушников. Возможно, что если подключить свои наушники, то можно послушать какую-нибудь там радиостанцию. Что еще? Туалет внутри автобуса. Соответственно, автобус идет из Буэнос-Айреса до Пинамара и также до Мардельплата. Можно на этих автобусах доехать без остановок. Рекомендуется брать с собой в дорогу напитки, еду. Все это сильно пригодится. Если вы движетесь в долгий путь. Что еще? Дальше, соответственно, автобус прибывает на станцию в Пинамаре. И в Пинамаре у вас не будет работать приложение Диди и приложение Убер. Здесь есть местное такси, которое действует на территории Пинамара, Корело и всех близлежащих регионов. Есть специальное место, где помогают взять такси сотрудники станции. И там же на столбике вы найдете все данные по телефону, по которому можно позвонить и заказать такси дистанционно. То есть, если вы не говорите по-испански, вам поможет WhatsApp, потому что по WhatsApp тоже с ними можно переписываться и заказывать такси. Собственно, так мы заказали такси, сели в него, доехали до арендованного жилья и, в общем, поразились вообще видами прекрасными и настроением, которое чувствуется здесь в каждой детали. Мы побывали в Пинамаре, мы побывали в Корело. Могу сказать, что я однозначно стала фанатом вот этого места Корело, в котором мы находимся сейчас, потому что здесь просто невероятный запах хвои. Это вообще место-заповедник, находящийся на берегу Атлантического океана. И здесь также уникальная созданная экосистема, где растет большое количество хвойных деревьев. Поэтому вот этот невероятный воздух, бальнеологический отдых вам будет гарантирован. Он, наверное, притягивает сюда большинство туристов. Является таким достаточно местом для состоятельных людей. Здесь достаточно большое количество отелей, лоджий и других мест, где можно остановиться. Уверена, что вам понравится. Я поговорила с Розой, местным жителем Пинамара. Она живет уже 20 лет на побережье и сдаёт дома свои и других местных жителей в аренду. Роза рассказала, что раньше побережье было в основном популярно для отдыха в летнее время. Мало кто мог позволить себе жить круглый год вдали от работы в столице. За 20 лет произошли изменения. Многие собственники домов разбогатели и теперь могут позволить себе сменить формат постоянной гонки в столице и переключиться на тишину неспешной жизни вдали от суеты. Многие переезжают семьями жить у моря круглый год, изредка возвращаясь в город, чтобы сходить в оперу, на концерт и опять вернуться домой в шепот волн на берегу. Регион Пинамар сейчас активно развивается и застраивается. Большое количество политиков, известных личностей, деятелей искусства сейчас приобретают здесь недвижимость. И для застройки этих территорий активно привлекаются рабочие силы из других стран. Приезжают специалисты по строительству из Боливии, из Парагвая. Роза вообще с любовью рассказывала и о Пинамаре, и о Корело, и о других красивых местах Аргентины. Очень советовала побывать на ледниках. Кстати, если вы еще не видели мой выпуск о ледниках, переходите по ссылке. Еще мы поговорили с Розой о ее любимых ресторанах, кафе, где можно вкусно позавтракать и посмотреть живого павлина. Она рекомендовала один из ресторанчиков на берегу моря, где подают самую свежую рыбу и самые вкусные большие креветки и самое прохладное белое вино. Поэтому всегда в путешествиях рекомендую общаться с местными, только они подскажут самые малоизвестные и непротоптанные тропинки. Салта, это очень красиво, чтобы вы понимали. Спасибо, Роза. Спасибо, Роза. Роза.